Хей, привет, мои скауты! С вами Кивайт, и добро пожаловать в Лега Уорлдс! Мы продолжаем её смотреть, изучать, проходить, и сегодня я покажу вам весь транспорт из этой игры. Я, кстати, чё-то запоздал, все предметы показал, всех персонажей показал, всех даже животных, существ показал, а транспорт как-то нет, забыл о нём. Ну, сегодня мы всё это исправим, и первое, это у нас маленькая подводная лодка. Я думаю, чтобы это опробовать, нам нужно пойти, наверное, ближе к воде. Я не знаю, мы сможем добраться? Давай, по чуть-чуть, по чуть-чуть, давай, давай. Давай, давай. Нет, как-то не получится, ладно. Тогда мы выйдем и на воде прям включим её. Окей. У, зи... Не, что? Не, показалось, наверное, окей. Давайте, да, включим. Лодочку здесь пойти и должно спуститься. Давай, ну чуть-чуть же спускать. Так, так. Еп, отлично. К сожалению, мы не можем на ней спускаться под воду. Это, наверное, единственный минус, потому что, вроде как, это подводная лодка, и мы должны нырять в ней. Но почему-то мы не можем этого делать, и в воде как-то, ну, только можем плавать вот так. То есть, это здорово выглядит, интересно, но нырять мы не можем, поэтому в чём её смысл, я не знаю. Может, потом это добавят, то есть, как-то это всё пофиксит. Кстати, я уже говорил в LEGO Jurassic World, что разработчики делали вид от первого лица, ну, то есть, они как, показали, сделали тест такой, что как, вот так выглядела бы игра. Вот сейчас как вам покажу. Ну, я думаю, что вы знаете, что такое от первого лица. То есть, это как, например, в Майнкрафте, том же, мы играем именно от первого лица. Здесь мы играем от третьего лица. То есть, как будто кто-то на вас смотрит. А от первого лица это, то есть, из ваших глаз. Вот такой был тест в LEGO Worlds. На самом деле, выглядит как-то очень странно. Я думаю, что LEGO играм это не нужно. Вот так она выглядит намного замечательнее. И всё круто, 10 из 10. Окей, мы идём дальше. Здесь у нас шлюпка. Ну, шлюпка это понятно. Просто лодка надувная. Я не знаю, мы сможем спуститься или нет. Окей, окей, давай, 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 давай. Ну, да, ну, ну. Давай последний камешек. Отлично, мы спустились. Кстати, она, по-моему, намного быстрее, чем подводная лодка. Не знаю, так что лучше, наверное, брать вот... Если вы хотите по океану плыть, то берите шлюпку. Это будет намного быстрее. Вот видите, как мы далеко уплыли. За пару секунд буквально. Окей, я, интересно, могу пересесть сразу же на маленький самолёт? Вот так вот, офигенно. Знаете, мы такие по воде, потом сразу же по небу. Круто. Да, здесь, кстати, вертолёт стоит. Это не я загружал здесь, он уже в биоме был. Следующее, это у нас вот такой маленький самолёт. Я не знаю, почему он называется маленьким. Потому что здесь нет большого. И какой смысл был назвать его? Просто назвали бы самолёт, да? Очень крутое средство передвижения. Одно из самых лучших. Я именно его использовал, чтобы искать персонажей. Искать различные... Ну, о, трактор, кстати. Искать различные предметы. Всё, что я искал, я искал с помощью самолёта. Очень быстро летаешь. Вот смотрите, как быстро. И управляется, кстати, очень легко. То есть, хоп-хоп-хоп. И опускается. И так, хоп, выпрыгиваем. Шик. Что у нас там следующее идёт? Следующее, это вертолёт. Здесь он уже стоит у нас. Ну, смотрите, самолёт, он быстрее летит вперёд. А вертолёт, он быстрее и вверх, и вниз. Видите? То есть, он вертикально передвигается быстро, а самолёт передвигается быстро горизонтально. То есть, вот в этом их отличие. То есть, если вам нужно куда-то быстро подняться, то используйте вертолёт. Это намного круче. А если вам нужно быстро переместиться, например, из точки А в точку Б, то лучше использовать всё-таки самолёт. Это будет намного быстрее. Вертолёт, он как-то, ну, не очень в этом деле. Так что, да, вот так. Дальше у нас идёт скейтборд. Для мальчика просто шикарное средство передвижения. Смотрите, как он круто. Он такой, оу, еее. Это да, это мой скейт. Так, почему ты так медленно? Давай. Видимо, он только на ровной поверхности разгоняется хорошо. Оп-оп-оп-оп-оп. О, Коп, привет. Ты что здесь делал? О, чёрт, меня сейчас топанут за нарушение. Быстро. Волим-волим-волим-волим-волим. Ну, очень круто, кстати, на скейтборде. Но если бы была ровная поверхность, вы сами понимаете, что... О, да, вот здесь немножко есть ровно. Можно, в принципе, выровнять. Есть специальное предпособление. Я сейчас вам чуть позже покажу. Чтобы выравнивать и, в принципе, делать дороги. Можете поразвлекаться здесь. К сожалению, пока мультиплеера нет. Но когда его добавят, думаю, будет очень круто. Я уж точно буду в мультиплеере гонять здесь. Так, ну, давайте покажу следующее. Это у нас гоночный автомобиль Майора Стила. Кстати, хм... Хм, ладно. Ладно, я кое-что забыл, да. Вот, гоночный автомобиль Майора Стила. Хм-хм. Он вот такой. Очень-очень быстрый. Это, наверное, одно из самых быстрых средств продвижения по суше. Крутейшая штука. Воу. Стоп. Я могу мышкой... О, я мышкой могу управлять. Да. Если я зажимаю, то я мышкой... Да, немножко даже подлагивает. И FPS падает сильно. Игра еще плохо оптимизирована. Вот если я стою, то FPS 45. Хотя обычно в Лего-Играх у меня под 250 где-то FPS. И это нормально. Дальше у нас идет трактор. Вот так он выглядит. Чух. Классно пересаживается. Анимация здесь сделана действительно добротно. Трактор что умеет? Ни черта он не умеет. Трактор ничего не умеет. Умеет просто кататься. То есть есть действительно средство... Ну, есть транспорт, который очень полезен. И ты можешь с помощью него дорогу выравнивать. Или раскапывать. Или еще что-нибудь. А с помощью этого, ну, ты в принципе ничего делать не умеешь. Вот, наверное, только вот эти штуки делать. Ну, то есть они уже сразу стоят. Ну, да. Просто кататься. Вот и все. Единственное приспособление. Дальше у нас идет буровая машина Коула. Ну, Коула это, видимо, какой-то персонаж. А вот сама буровая машина, которая действительно крутая. Смотрите, что мы с помощью нее можем делать. Ну, во-первых, она выглядит очень круто. Как из Безумного Макса, да. Что-то такое есть. И что она умеет? Смотрите. Когда мы идем... Так, там у нас есть обучалка. Давайте ее прочитаем. Потому что я давно не копал. Прорыть поверхность. А, вот. Да, окей. Нажимаем Space. И оно роет. Офигенно роет. Так, и теперь можем вниз прорывать. Так, как там это делать? Повернуть камеру. Прорыть вверх. Это левый shift. Прорыть вниз. Это левый control. Окей. То есть вот так мы... Так. Вот. Давай, роем вниз. Чуть не... Что-то он как-то заступрился. Сейчас мы выйдем отсюда. Поехали. Нифига не получается. О, пошло. Пошло. Поехало, по-моему, да? Так, ладно. Мы сейчас сильно вниз уроемся. Блин, и будет выезжать тяжело. А, попробуем вверх теперь. Так. Давайте вверх. Да, вроде вверх работает. Видите, немножко поднялось. Ну, блин. Это надо как-то в другом месте. Теперь, наверное... Ай, ладно. Все, вылазим отсюда. То есть сейчас залезу, наверное, куда-то в глубины. Кстати, я пробовал очень глубоко прокопать. Я думал, там может какая-нибудь... Какое-нибудь ядро земли будет. Но, к сожалению, ничего такого не было. Я прямо печалился. Думал, что-то интересное туда добавят под землю. Ну, может быть, просто я не докопал. Можете сами попробовать. Дальше у нас идет велосипед. Тоже отлично для парня подходит. Смотрите, как. Оп. Че, ты назад поехал. А, у него... А, подождите. Стоп. Может, вот так? Да. О, все, круто. Поехали. Он такой, хоп, хоп, хоп. Отлично. Разгоняемся. Не знаю, кстати, можно быстрее ехать или нет. Нет. Тут, видимо, одна скорость. Ну, он не очень... Вот, для ровной дороги отлично подходит. Тю-тю-тю-тю-тю-тю-тю. Тут не спеша, знаете, так, исследовать мир здорово. Вот здесь можно покататься. Ну, конечно, здесь лучше на скейте было бы. Во, круто. Хоп, спрыгиваем. Вот так вот велосипед работает здесь. Пока мне больше всего нравится, наверное, эта буровая машина и самолет. Ну, и скейт, кстати, неплохой, да, очень. Дальше у нас очень полезные штуки идут. Газонокосилка LEGO Creator. Газонокосилка, она... Смотрите, что делает. Она косит газон. Да. Как-то удивительно. Так, я не знаю. Попробуешь, давай. Вот, смотрите. Как-то там она работает. Тоже на спейсе же, да? Косит спейс. Да, все верно. Но здесь нет травы. Я не знаю, как вам показать. Это лучше, наверное... Здесь что-то изменяется. Вот, видите, изменяется. То есть она подкашивает немного. Но это лучше видно, когда ты стоишь... Давайте покажу здесь. Чтобы вы понимали, о чем я говорю. Наборы. Поставим набор LEGO Creator вот этот. Куда-нибудь вот сюда. Так, сейчас он его быстро построит. И я вам покажу, как работает газонокосилка. Она действительно там косит траву. И действительно изменения видны очень хорошо. Здесь как-то все это слабенько видно. Так, давайте. Покажу вам. Здесь она должна стоять где-то. Вот она. Замечательно. Смотрите, что она творит. Видите, какие фигурочки. Ну, то есть, вот как LEGO набор, как в жизни, да? А здесь, видите, все ровное. Смотрите. Видите? Оно выравнивает. То есть, оно скашивает траву. Действительно. Эта штука круто работает. Вот так делаем. И все ровненько. Кстати, не знаю, здесь получится. Вот. Нет, здесь немного не получается. А вот здесь получается. Видите? Все выравнивается. Здорово. Эта штука работает. Так что, если вам нужно сделать вот такую ровную поверхность, то берите газонокосилку. Это вам поможет. Идем дальше. Это просто автомобиль LEGO Creator, который тоже вот в этом наборе есть. Видите? Ну, обычное, обычное авто. Ничего в нем необычного такого. Оно очень быстрое. Офигенно быстрое. По-моему, даже быстрее, чем гоночная машина Коула. Офигеть. Это круто. Круто. Оу, извините. Черт. Я всех давлю. Там, по-моему, даже как-то фары можно включать. Или они сами включаются. Нет, фары никак не включаются. Ну, они вроде включаются. Слушайте. Где-то это было. Окей. Что там еще у нас дальше есть? Дальше у нас маленький эскаватор. Офигеть. Смотрите, что он умеет. Он вообще умеет копать все. Крутяк, да? Это что-то вроде буровой машины, только оно выравнивает. И потом здесь еще пройтись газонокосилочка и будет вообще ровно. Туннели. Мы можем вырыть туннели, ребят. Так. Офигеть. Вот это круто. Мы можем вырыть и такой туннель. Давайте выберем газонокосилку. Мне просто интересно. Это правда интересно. Не знаю. Меня прям заинтересовало что-то так. Так. Давай-ка. Вот здесь попробуем. Ну-ка. Выравнивает, нет? Да. Что-то есть такое. По-моему, выравнивает. Ой. Ты что-то прям пополз, чувак. Давай. Стрягивай. Ну, немножко выровнял. Не везде. Но, в принципе, это можно сделать с помощью инструментов, которые здесь встроены. Ладно. Давайте, что там у нас дальше. Баги. Баги тоже. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Что ты прям? Туннель. Нафига я сделал туннель здесь? Баги очень быстрые. Особенно по ровной дороге. Так, как бы нам выехать отсюда? Выйдем, нет? Ну, и... Ай, ну его нафиг. Ну, нафиг это баги. Давайте где-нибудь здесь его достанем. Ой. Ой, что-то я переборщил. Безумства какие, творю. Ну, да. Баги тоже очень быстрые. Но машинка как-то компактнее. И на ней приятнее ездить. Я скажу вам. Ну, баги, наверное, для пустынь лучше. То есть, все лучше везде. По-разному. Эм. Окей. Что у нас дальше у нас? Каток. Вот, каток. Каток, он кладет асфальт. И это тоже очень полезно, потому что, смотрите. Оп. И все, у нас здесь будет асфальт. Здорово, да? Вот так, вот так, вот так, вот так выкладываем. И можно потом кататься, например, на скейте. Поэтому же асфальту будет тоже очень круто. Кстати, на баги можно попробовать. Будет быстрее оно работать или нет? Так. Не очень удобное управление. О, офигеть. Тише, оно уж улетает. Если сделать такую полную дорогу, оно вообще будет летать там с бешеной скоростью. И последнее, это мотоцикл. Вот так он выглядит. Он красненький и очень крутой байк. Смотрите, как он быстро гоняет. Ну, байки, это понятно. Они очень быстрые и всегда были быстрыми. Так, сейчас мы выйдем отсюда. О, черт. Невероятно быстрая штука. О, парень, привет. Ты с Лего Креатора сбежал. Вот, смотрите. На байке тоже очень круто исследовать сушу. И у тебя все компактненько и быстренько. Вот так, хоп, перемещаешься. Все замечательно. И лавируешь так, хоп, хоп, хоп. Так. И давай, прыгай. Круто. И так, в закат. Это мой байк, чуваки, да? Чего добились вы? Ну, кстати, ему очень классно подходит. На этом все. Это весь транспорт, который есть в Лего Ворлдс на данный момент. Я больше, на самом деле, не находил. Если вы что-то нашли и вдруг я что-то упустил, пишите обязательно в комментариях. Потому что это очень важно, на самом деле. Что я говорю весь транспорт, а вдруг я не весь показал. Будет очень приятно, если вы напишите. И какие-то приятные штуки из Лего Ворлдс, которые вы нашли. Может, пасхалки, может, еще что-то. Пишите обязательно в комментариях. Также ставьте лайки. Мне это очень помогает. Кстати, я сделал там по предметам, по персонажам и по существам. И там очень много лайков собралось. Я рад, что вам нравится. Я вообще был поражен тем, сколько лайков вы собираетесь, сколько комментариев. Это круто, что вам вся эта шумиха нравится. И Лего Ворлдс, я надеюсь, будет обновляться и будет усовершенствоваться. Я обязательно буду слить за этой игрой. Это уж точно. Всем спасибо, всем пока. Можете также подписаться на канал. Там сейчас идет прохождение Лего Джурасик Ворлд. Если вам это интересно, заходите. Всем спасибо, всем пока.